Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Катя, и сегодня я снимаю видео о моих чехлах для телефонов. В этом видео нет какого-то особого смысла, и некоторым оно будет неинтересно, но в комментариях под логом вы просили меня снять такое видео на филе, и поэтому я снимаю. Возможно, сейчас у меня немного другой голос, но это всё потому, что я приболела прямо перед отлётом, после завтра улетать. Ну ладно, я молодец. Я супер! Кстати, у меня уже было видео про чехлы на канале, и оно собрало огромное количество просмотров, 800 тысяч вроде. Наверное, оно было в каком-то топе, но тогда у меня был другой телефон, чехлов мне, правда, было побольше, но этот телефон у меня совсем недавно, поэтому чехлов у меня не так много, но вы очень хотите такое видео, и, как я уже сказала, именно поэтому я снимаю. Ну и вроде как нужно показать, где же лежат чехлы, и они у меня хранятся вот в такой самой обычной простой коробочке. Это подарочная упаковка Lush. И здесь какие-то классные штучки. Крем для лица, для душа. И да, она, по-моему, всё ещё вкусно... А, у меня жена, я же не чувствую. Наверное, она всё ещё вкусно пахнет бомбочками, хотя я не уверена. Пока что мои чехлы сюда помещаются, надеюсь, и будут помещаться. Первый чехол я купила в том же магазине, где я покупала телефон сразу же, и он самый обычный, прозрачный, я довольствовалась красотой моего телефона. И, кстати, я забыла сказать, какой у меня телефон, потому что вопросов в комментарии не избежать. У меня iPhone 6s. Я сейчас показать вам его не могу, потому что он на зарядке. Думаю, что он сегодня мелькнёт в виде. А, в общем-то, на нём множество всяких классных разводов. Не видно это на фоне соутбокса. Я не знаю, видно вам это или нет. В общем-то, да, он самый обычный, прозрачный. Здесь очень хорошо нажимаются кнопочки. И... ну, просто прозрачный чехол. Моими следующими чехолами были два вот таких чехла. Они тоже прозрачные, но у них уже есть наклеечки. Здесь, как можно заметить, произведение. 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 Призраки. Не, а как это называется? Призрак. Произведение. Я глупая. Произ... Произведение. Что со мной? Привидение. Здесь у нас привидение. Здесь у нас единорожки. И заказывала я их на Алиэкспрессе. Они стоили какие-то копейки. Может быть, рублей по 60. Думаю, что ссылочка на них будет в описании. В принципе, они хорошие. У них хорошо нажимаются кнопочки. Мне тогда очень хотелось носить прозрачные чехлы. Чтобы на них были какие-то наклеечки. Там, я не знаю, яишенки. Вот единорожки. И мне тогда это всё очень сильно нравилось. Они удобные. Мне нравится, как они смотрятся на телефоне. Но я их довольно-таки давно уже не носила. Следующий чехол я заказывала тоже с Алиэкспресса. Он вот такой вот. И, кстати, раньше я для своего другого телефона покупала чехлы в обычных магазинах. Но они там стоили просто бешеных денег. То есть, я могла купить чехол за тысячу-две. Абсолютно нормально мне было. Но сейчас я заказываю их с Алиэкспресса. Потому что там они в тысячу раз дешевле. Этот чехол я купила, может быть, рублей за 70. Ну, максимум 100 рублей. Кстати, я поняла, что мою свечечку сзади не видно. Надо переставить. Да, она горячая. Кому я понадобилась? Чехол-градиент. И, собственно, вот так вот он фиолетовый. А вот так... Раз. Как? Короче, во. А вот так он типа синий. То он фиолетовый, то он синий. Этим он мне и понравился. Очень классно смотрится на телефоне. Правда, у меня немножечко панелька вот здесь поцарапалась. Потому что он на столе лежал все-таки. И кнопки здесь просто отлично нажимаются. Он такой плотный. Но притом, ну, как бы, не силиконовый. Но кнопки у него силиконовые. И они очень хорошо нажимаются. Просто шикарный чехол. Я постараюсь на все чехлы, которые я заказывала с Алиэкспресса, оставить ссылку в описании. Я думаю, что у меня получится. Правда, я не умею оставлять короткие ссылки, но ладно. Далее чехол вообще не мой. Чехол моей подруги Насти. Я ей дала свой чехол. Она дала мне свой. Типа, я тебе верну. Да, пока что взамен мой. Но я все равно его не носила. Он здесь с одиноким оленем. Он вернется во все стороны. Хоть вот так вот. Настя, прости. Он абсолютно нормальный, классный. И кнопочки здесь. Наверное, хорошо нажимаются. Я вам не расскажу. И не знаю, чем я вам показываю. Потому что ссылку я все равно не оставлю. Анастасия тоже заказывала с Алиэкспресса. И здесь так можно кнопочку заткнуть. Но сейчас нет силикона, поэтому она не затыкается. Следующие мои чехлы это пушистые чехлы. И вы их уже видели на моем канале. Видео приглянулось в марте. У меня один сиреневый, другой розовый. И они просто прекрасные. Я их очень сильно люблю. Сейчас у меня, наверное, волосы наэлектризуются. Тоже заказывала их с Алиэкспресса. Они стоят для 260, может быть, рублей. Они очень мягкие, но неудобство только в том, что они загораживают камеру. В принципе, здесь можно как-то обрезать мех. Но у самого продавца написано, что надо феном вот так подуть. И что, как бы, его раздуть. Я так делала, но это не очень сильно не помогло. Обрезать мех я боюсь, потому что у меня руки не вставлены. Просто, например, если я обрежу как-нибудь красиво, то получится неправильно. У продавца есть разные цвета. Я долго убирала, какое же взять. И, собственно, да, пришла к тому, что взяла сиреневый и розовый. И они просто чудесные, очень милые такие девчачьи. Далее вот такой яркий чехол. И как вы думаете, откуда он с Алиэкспресса? Откуда же он еще мог быть чехол? Ну, конечно же. Я выносила с огромным удовольствием. Через какое-то время здесь отвалилась кнопочка. Ну, как бы, кнопка все равно отжимается. Но здесь нет, собственно, самой кнопки. И немножечко здесь вот переломилось. Ну, совсем чуть-чуть. В принципе, это незаметно. Здесь вот, например, все в порядке. Я надеюсь, что вы видите. Там еще был немного другой вариант чехла. Но мне понравился именно этот. Здесь изображены всякие листики. Мне так нравится сочетание цветов. Он просто прекрасный. Не знаю. Божественный. Ну, и последние три чехла, которые я вам покажу, я заказывала в группе ВКонтакте «Хочу чехол». Там множество разных чехлов. Я оставлю ссылку на эту группу в описании. И первый чехол это вот такой. У него сделано так, что якобы половинка мраморная, а другая половинка не мраморная. Мне очень понравилось это сочетание цветов. То есть такой розовый и мраморный. И надпись. И я решила заказать. Именно его я давала поносить Насте. А Настя мне дала как раз-таки вот этот чехол. И Настя его слегка поцарапала. Наверное, это от ключей или от стола. Но это больше похоже на ключи. Не очень красиво он теперь выглядит. Но ничего. Либо это такое качество чехла, либо вот ключи. Ничего не поделаешь. Следующий чехол находится на моем телефоне. И это такой розовый мрамор. И, кстати, да, он у меня тоже поцарапался. Но я не ношу его с ключами. Может быть, он поцарапался от монеток. Или еще от чего-то. Либо, как я уже сказала, качество чехла. Но, в принципе, меня все устраивает. Это незаметно. Если смотреть это перед сомбоксом. Мне нравится, какой он смотрится на телефоне. Правда, телефон, но он не защищает. Сейчас очень сложно найти те чехлы, которые будут защищать именно вот ту поверхность, ту часть телефона, которую не защищает пленка. Потому что нет сейчас вроде как ни одной пленки, которая бы покрывала весь экран. Так как у шестого айфона он немножечко вот так уходит в длину. То есть он золотый. И у моей подруги есть такой чехол. Он будет тоже такой купить. Я в Мангриаре его купила, как он стоит. Я уже говорила, тысячу-тысячу где-то, наверное, 500 рублей. Но, в принципе, именно такой чехол можно будет. Он прям закрывает эти края. Если бы он с телефона краном вниз, то ничего не случится. Но у меня, к сожалению, пока что нет таких чехлов. Надо будет собраться и приобрести. Ну и последний чехол. Это чехол с мороженкой. Он такой яркий, летний. И я его еще не носила. Я сейчас буду летать. И возьму его с собой. Потому что сейчас уже хорошая погода. Вот прям хочется надеть этот чехол. Потому что я ждала солнечной погоды, чтобы надеть этот чехол. Я строгая. Ну ладно. Чехол прелестный. Мне очень нравится. Его цветовая гамма. Ну вот и все. Это были все мои чехлы. Их пока что не так много. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, то можете оценить его лайком. А также, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Я буду очень рада. И да, я желаю вам всего самого хорошего. Не забывайте про мою официальную группу. Ссылка на которую есть в описании. Я вас там очень жду. Всем всего самого хорошего. Всем пока.